Продолжение следует... 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 потому что вариант, который предложен законным, сохраняет множество вопросов. То есть, с одной стороны, мы говорим о форте государственного регулирования сейчас как введения реестра и запрещения соглашений, с другой стороны, это оставлено на окну уполномоченного органа местного самоуправления. Ну и здесь возникают опасения, что, скажем, если глава администрации кого-то изучает, он не может видеть в этом реестре, в этом списке, есть большая вероятность, что это будет сделано, потому что, так сказать, никто не обменял административного ресурса и различных англократических преподавателей. Значит, что касается понятия самоуправления, тоже остается вопрос, почему у нас выгодилось оттуда индивидуальное предпринимательство, хотя, не таково не секрет, что в огромном количестве населённых блоков, там, небольших, мелких, это все держится только по плечам индивидуального предпринимателя. Соответственно, возникают также вопросы и полномочий на всех уровнях, которые расписаны, особенно в части установления требований и установления правил оказания регулярных услуг. Документы нам предлагают, потому что субъект устанавливает общие требования и общие правила, орган выставил в своем управлении финальный документ подтверждает. Но у нас есть закон с вами о защите прав потребителей, который гласит, что правила оказания услуг, предоставляемые согласно публичным договорам, установлены с правительством Российской Федерации. У нас 23 400 муниципальных образований, у нас не может быть, что они более 22 000 правил оказания актуальных услуг. Правила должны быть едины, как есть правила правила, обслуживания Российской Федерации. Конечно, у меня есть специфика, это нужно обсуждать, но в каких-то, как сказать, разумных пределах. Но еще, что касается документов регулирующих, должен сказать, что целый ряд у нас дополнительно еще разрабатываются документов. К сожалению, они в основном уносят заработки дневнодательные, но тем не менее есть перспективы перевода их обязательные. В частности, я скажу вам о том, что в структуре Национального совета при президенте по профилификациям в рамках РИСПК ЖКХ у нас есть комиссия по профессиональной квалификации похоронной отрасли. Она уже работает более двух лет. Я возглавляю мне рабочую группу профстандартного применения системы образования. И мы, когда столкнулись с тем, что заложились дальнейшие профстандарты, в том числе для тех, кто занимается услугами по подготовке дел, услугами по установке помогильных сооружений, по изготовлению и так далее, мы столкнулись с тем, что нам не попадает базовый стандарт. Поэтому мы, работая совместно и с торговой промышленной палатой, и с нашим техкомиссентом 346-х, заложили план стандартизации на будущие годы и разработку национального стандарта по помогильным сооружениям и их классификациям. Потому что невозможно понять. Вот вам пример. Сегодня поднимался несколько раз вопрос о кулумбарном хозяйстве. По сути дела у нас нет, опять же, классификации кулумбарных. Это может быть трехэтажное здание, шикарное, скаловое, которое естественно будет объединить на строительство этих недвижимости. А это может быть какая-то стеночка или малоархитектурная форма, которая там 10 трубок торопится. И вообще отдельная фамилия-мусыпальница. Ну, куда-то можно сохранить эти уровни. То есть тут вопрос, как классифицировать, как сооружать какие-то требования. В зависимости от этого уже пойдет вопрос о формировании всех предоставительных и архитектурных проектов. И вот модель, которая представлена сейчас на слайде, уже такая наиболее полная. Значит, на уровне местного самоуправления мы, значит, должны иметь с вами уголномоченный орган, ну или отдел, некий администрация, которая занимается этим вещами. Также, возможно, попечительский сайт. Специализированная струбка может создаваться в соответствии с законом в форме муниципальных предприятий и учреждений. Как вариант, это может быть акционерная общество, о чем мы сказали. Ну и бизнес-операторы рынка, значит, если они представлены, занимаются, естественно, своей работой, могут выступать также в качестве партнера, в том числе по реализации проекта муниципально-частного партнерства. Сегодня мы видим, что, значит, эту необходимость признали на самом высшем уровне, у кого это уже не вызывает сомнений. В рамках законопроекта Министерства предложено ввести поправку в федеральный закон о государстве частного партнерства и в федеральный закон о концессионном соглашении. Поэтому мы добавляем эти объекты, поэтому мы тоже, в принципе, не загадываем, пожалуйста, не загадываем, давайте еще раз вспомним, если мы с вами. Есть над этой, как бы, схемой надстройка, потому что у нас есть регион, который будет определён определенными уполномочиями, будет некие, так сказать, рамочные вещи спускать, внесен в органы, внесен в своем направлении. Это народа некоммерческих организаций, в качестве примера нашего Союза можно привести, который имеет множество пиллярных региональных отделений. Это системы образовательные и центры оценки квалификации. Вы знаете, не так давно тренинг закон о независении оценке квалификации. И мне хотелось бы напомнить, что есть постановление правительства 587, в соответствии с которым все организации, которые являются муниципальными, государственными, или имеют 50% доли уставного капитала муниципального, остался только 19 июня с 1 января 2020 года, обязан перейти на этот профстандарт. Поэтому мы призываем вас с этими документами ознакомиться, обращаться к нам, чтобы вы успели хотя бы за эти полтора года потянуть и образовать в углу и сотрудников и так далее. В частности, к нам СОПОВ у нас несколько уже созданных по стране. Здесь, в Новосибирске, мы также поддерживаем наших коллег, где есть по образовательному центру и в плане оценки квалификации. Качественным примером, к нам обращались коллеги с Урала, прислали список своих сотрудников для оценки квалификации, выяснилось, что из 12 руководителей товаров Кладбища все идут в школьный аттестат. Я говорю, вы не сможете их, они не смогут брать независимого центра, как бы руководитель Кладбища, придется менять там должность и так далее. То есть, это профор серьезный, и действия по стандарту в ближайшее время станет обязательным для всех. И этот законопроект уже наружен. Поэтому это серьезная работа. Ну и по ЦРУ, программно-целевой метод развития, я всегда приждываю к тому, чтобы разрабатывались не отдельные проекты, а это увязанность в рамках муниципальных целевых программных развитий. Это, наверное, было бы правильно. Значит, говоря о развитии объектов, хочется также сказать о том, что в поручении президента у нас отмечен такой момент, как развитие конверсических кладбищ, для создания, для реализации гарантии по созданию семейно-родовой, захоронения. Поэтому это тоже важный поиск. Они, видимо, смогут создаваться не как частные, а как муниципальные, а как смешанные. Потому что мы говорим, что все, собственно, к этому видео. Если вот, на коллеги просили озвучить оку, например, во своей области, что касается этих регионов, как там организованы и доставления семейно-родовых, не сохранить. Все это давно осуществляется на коммерческой основе. Значит, кроме этого, у нас есть сервисные и благоустроенные участки. Что касается семейно-родовых, была практика и аудиционов. В Москве было постановление о чехоле продажи. Вы можете зайти на портал правительства Московской области, посмотреть там указанное все кладбище. Значит, на них отмечены участки, где возможно такие участки заказать. Фотографии с размерами, должен установить цена. Есть формула, которая привязана к адаптации, стоимости земли, со всеми там коэффициентами. И это доходит, может доходить до нескольких миллионов рублей. И сегодня, в принципе, мы в муниципальном счете, мы в муниципальном предпринимательстве. Поэтому поводки существуют давно. Я, собственно говоря, с коллегами согласен, я опасений не вижу в развитии часа платы. Потому что экономикам, мы считаем, я неоднократно наступаю на втором, как это показывал, себестоимость нам получается вполне нормально, что даже при рентабельности сто-двести процентов, но вбил по официальному договору, люди с удовольствием приобретают такие семейно-родовые участки, там, как 50-100 тысяч рублей. В недолгоне себе, что у нас взятые за предоставление места, могут быть вдвое-втрое больше и в сумму. Поэтому, к сожалению, гарантия бесплатного предоставления земли не участвовать, для сохранения работы, это, международно говоря, сильно затыкается. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Значит, что касается создания объектов похоронного назначения, как инвестиционных проектов, как проектов муниципально тщательно в окне, сегодня, наверное, мы основываем три направления. Это похоронные дома, клематорий, как вариант похоронные дома полного комплекса, то есть, где есть комбинационная линия, ну и, естественно, кладбище, значит, как места захоронения. Ну, что касается похоронных домов, надо предложить обязательные требования по составу службы. И далее, то, что там может быть дополнительно, вводится в практику сооружения и останка хранилища или похоронных в секторе, чтобы мы уходили потихоньку в медицину, потому что эти сферы, безусловно, должны быть произведены, потому что существует государственная функция по проведению экспертиз, установлению причин смерти и так далее, а существуют наши обрядовые функции. Чистый сервис, четыре обрядности. И, конечно, эти вещи не должны были сочетаться. Но ритуальные залы, опять же, во многих городах их нету, с появлением похоронных домов были отдельные ритуальные залы, безусловно, ритуру памяти существенно считают, что шагнет вперед. Ну, что касается крематорий, мы сказали, они могут создаваться в форме похоронных домов, при кладбище, там нету, кладбище в форме отдельных ритуционных блоков, о чем мы уже говорили, что мы говорим сегодня, с колубариями или без колубария. То есть здесь тоже практика совершенно разная. По примеру, мы увидим, что само здание крематория прекрасно может выполнять функцию голубария красивой, там с проходами колоннадов и так далее. То есть здесь, например, масла может быть выклоритный заказан. Значит, и, что касается крематория, то есть, создание кладбищ, также здесь креативность огромная, но могут быть кладбища традиционных типов, смешанных типов захоронений, они могут храниться как мемориальные парки, в том числе там и на территории лесных массивов, и с захоронением газонного типа, и с применением текловой герты, это похоронки и скрепов, и развеивание брака, и так далее, и так далее, и так далее. В том числе, это и семейно-родовые кладбища, с кремлами, хозяйственными местами, здания кладбища могут создаваться. Значит, наш дом науказовый генерал, и у нас есть нормы, в частности, мы это заложили и в наш гост по терминам определения, и в московскую строительную норму, как 97-го вошло, тоже можно найти создание кладбища. А, значит, несколько слов. У нас большая проблема в части земельных отношений здесь возникает. Значит, я здесь сделал выдержку целый ряд статей, которые с нами связаны, потому что 94-я статья земельного кодекса относится здесь к земле историко-культурного назначения, к земле особо охраняемого территории, а к земле историко-культурного назначения приписывают все гражданские и военные захоронения. Поэтому все наши кладбища, по сути, являются землями особо охраняемой территории. 85-я статья определяет состав земельно-селенных пунктов, в плане, как мы, естественно, земля муниципального образования специального назначения, потому что уже градостроительный кодекс относит нас именно к землевым спецназначениям. То есть два у нас хода соземельных градостроительных, которые эти вещи проясняют. Там же говорится о том, что это объект капитального строительства правосоружения и это муниципальный объект. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, это вот выдержка из градостроительного кодекса. И следующий вопрос. Так, далее. Вот я комментирую уже. Значит, новая, собственно, нормативно-правовая паза, которую мы используем при создании, значит, этих объектов. Далее. Более подробно мы все это посмотрели, презентация моя будет. Опять мы сталкиваемся с проблемой классификации, потому что у нас нет нигде нормативно-правовой базе классификации без сохранения, а здесь может быть их огромное количество типов и огромное количество критериев для такой классификации. Индивидуальные, групповые, свободные роста, бесплатные и бесплатные, заранее благоустроенные сервисные, с возможностью резервирования заранее и без, в зависимости от технологий, буквально огромное количество, в зависимости от сервиса и так далее. То есть тоже эту табличку вы более подробно сможете посмотреть, а вот эту тему интересует, вот этот проект интересует, уже мне детально с вами общаться. Но предпосылки внедрения государственно-частного партнерства в сфере, они очевидны. С одной стороны, это государственная задача, с другой стороны, государственного финансирования крайне не хватает. Зачастую оказывается так, что земель уже нету, потому что не торопиться, грамотно продумывать все это в генеральных планах, а это очень важно. Как раз коллег из Петербурга на это указал, что, значит, бросит на территорию, дарился болотник, полгаршиники и так далее, и так далее, и потом вот в хозяйстве как хочешь. А с другой стороны приходит СЭС и начинает предъявлять требования. А у нас, значит, если при максимальном стоянии грунтовых годов, ну, как не менее, полуметра одна могила, то покажите, ну, такие кладочки, они единицы в России, потому что они по весне практически все это плавают. То есть тоже проблема серьезная. Поэтому, если приходит частный партнер уже со своей даже землей, это, конечно, разрушает муниципалитет, позволяет нам создавать новые объекты в качестве альтернативы. Государству, наверное, будет неплохо, если они будут создаваться как выполнением, где официально можно будет за деньги в белую приобрести там, что, не знаю, фамильный выступатель, саму залезть, все что угодно. Если люди все равно за это платят, но черным назвом, да, почему бы не сделать, если эта услуга востребована, где-то, ну, де-факто, оказывается, в юроке просто пока их не прописан. Я надеюсь, что вы сильно занимает наше время, чтобы было меньше тяжелого выступания, когда я ускоряюсь на 15-20-м четвертой информации, очень сложно говорить, вот, опять, как бы немножко сравнил этот памятник. Сегодня достаточно много у вас сказано в очередной версии и я хочу сказать о том, что в большом счёте уже становятся такой национальной традицией. Каждый год по осенью мы обсуждаем очередную версию. Почему я об этом говорил? Если посмотреть немного назад, то вся история попыток его изменения началась, по большому счёту, с 2003 года. В 2003 и 2007 года были проведены программские слушания, просто не было бы принято первой попыткой его изменения. Причём все основные проблемы, которые были прописаны в рекомендации этих программских слушаний, они, по факту, так и остались неразрешены. То есть весь этот блок противоречит. Проблемы он так ставится в 2003-2007 года и идёт дальше. В 2009 году началась работа с федеральной технической службой. И основная модель управления охраной отрасли рассматривалась саморегулированной. В течении, наверное, четырёх лет мы обсуждали эту тему. И, с моей точки зрения, наверное, это был наиболее перспективный и проработанный вопрос. Потому что, в принципе, он устраивал профессиональное сообщество и тем, как вольтинскую службу, короче, с которыми было поручено, кто и как не могался заниматься. Но, по ряду объективных причин, он всё время уже должен устроен. То есть это было просто реконсилирование саморегулированных организаций, система их построения по регионам. То есть мы не смогли поуважить общую модель, как это разумеется. В том числе были проблемы по кардовому резерву для СРУ. Потому что мы как раз понимали, что нельзя использоваться рефилированных границах. В том числе, я думаю, и финансовая часть была достаточно высотой, потому что, по нашим счётам, во время содержания этой саморегулированной организации должен уходить порядка миллион в следующий год. То есть это была не маленькая сумма, потому что надо это содержать. И Китайский суд, и, по крайней мере, все, как я знаю, это тоже. А дольфинопатрия, дисциплинатная комиссия, действительно надо это содержать. После этого, в 2014 году у нас началась работа цель-устройка, и в 2014 году была преддушная очередная модель управления прокуратного объема в России. Это лицензия. Тоже на эту тему было обсуждать, потому что уже было создание лицензионных требований для организации по разным направлениям. Но, опять же, не зашла эта модель. Всего того, что и общая политика государства, ухода лицензированной деятельностью, которую усматривала, в том числе, само лицензированной с 1995-2002 год, показало, что, в принципе, не лишая их патенту, то это была слизкая нормальная для всего лишь. То есть, по большому счету, что получается? Что в течении 10 лет мы рассмотрели три основные модели управления похоронным делом. Самоделирование, когда вы должны были заниматься самоделированием. Лицензирование, которое нам было выдавано государство. И сейчас мы пришли к очередному варианту, и это лестер. Лестер и сверхслужбы. К моему глубокому сожалению, обсуждение каждой из этих моделей занимает месяц, и квартал, и даже не народ. Это идет о данном. То есть, мы с вами в течении 10 лет, как минимум уже обсуждаем, мне уже впитали, с этой быте нету модель, которая будет устраивала всех нас. И в том числе, государства, миниципальные предприятия, то есть, у них государственных секторов, в две 홈边 части – nhưng к сожалению, мы не можем с ними идти, потому что даже там, где предлагается сейчас неустраивать на shovel Joan Скоенске службы, она для того всех нужно в секунду ни в коем сообществе, ни к тому что этот муд получали�� неподвигательные ведомства, в том числе федеральную демонтольную службу, которая всегда говорила о том, что у нас есть для предоставления Сейчас они стоят по достаточно жесткой своей позиции, как это было конкретно сказано, что на сегодняшний день остается принципиальной позиции в присутствии всех субъектов, причем всех организационных правил фондов на армии. Здесь же нам сейчас, в очередном варианте этого проекта предлагается уникальная эксперт-служба, которая возникает целого понятия юридического лица. У меня возникает фактический вопрос. А что мы будем делать с вами предварительным предпринимателем, кто это на самом деле последний сейчас на этот счет? Что это? Завтра постарается все и будет отражаться с запуском юридического лица для дополнительной расстройки. На кого они будут постараться? Я считаю, что этот проект в существующем время, он, наверное, мотивирует науне. Мы всегда сами обсуждаем такие вопросы с консистенцией больших дорог. Что делать с остальными? В Севастопольской области только 16-го районного значения и еще больше 60-ти, которые с населением порядка 120-ти тысяч человек. Как выяснить? То есть вопросов сейчас по этому проекту огромное количество людей будут говорить о том, что... Я не описываю в какой момент появился подача, я не знаю, норма о том, что я должен для получения статуса спецслужбы. Нет, я должен. А органы, что субъективная операция определить не количественные, не качественные составы, которые сотрудники. И без него он не примет никакой зарядки. Ну ладно, вообще, в Генбург, в городе Львове, там это не будет, как бы сострады не надо. По качественному составу, да, это всегда вполне неправильно. А просто надо говорить, я думаю, что в городе Львове исключительно списывается. А количественному? Как это делать? То есть что получается? Мне сейчас в господстве скажут, что я имею в виду, что должно быть 30 человек сотрудников, чтобы они выполняли действия на арентирование в речи. В нем нет. Может быть, я вижу все равно по цепи. То есть я считаю, что роль именно профессионального сообщества, роль неконеческих организаций, так как сказать, она не обнажена никакой виноватой. То есть у нас все отдается на роду чиновников. Плюс ко всему, я с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием определенные моменты. Существует нам то, сколько мы вносим предложения. Действительно, у нас очень много мнений, у нас порой прямо противоположные и идеи у нас совершенно разные. А соглашусь я с ним в том, что в какой-то момент это же не стоило, в смысле, упадает на устанавливание. Я просто скажу, сколько мы здесь делаем? Десять лет мы уже обсуждаем эти темы. В рабочей группе антимонополии службы было более 150 человек, действительно, которые там стоял в голову. И каждый был со своим мнением, и каждый старался его пробить. Ну, и пробить, и я бы сказал, что у меня нет, он должен быть именно так. Потому что у меня в маневре того не копают так. А я хочу, чтобы все так делали, по сравнению. Министерство пошло по другому пути, они создали очень маленькую пророчную. Очень маленькую. Мы как-то посылали в большинство антимонских предложений, которые в большей части даже не доходили. Ну, и не учитывались по крайней мере таким вопросом. Ну, и не наступили в городах. А ему, наверное, очень нравится. Поэтому, когда-то я думаю, что он может быть устойчивым для нас. Я думаю, что он может быть устойчивым для нас, или, ну, в вашей армии, в вашей армии, в вашей армии, в вашей армии, в вашей армии. Потом, там, не знаю, еще по-что. Потому что похоронят. Я думаю, почему это такое? Потому что я с 2005 года был админец, президент Севдуссо-Аккуратского федерального. Я пойду во все эти ручьи. Я на все на них ездил. У меня было масса энтузиазных, я постоянно писал эти предложения, там, поправки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор потом у меня возникло мысли, что похоронного отрасла для нашего государства как шапотан на случай. Не стоит тяжело, мы просить как бы нельзя. Надо же как похоронить. Наше мнение возможно учитывается. Но я считаю, что основным предложением, которое можно сейчас внести в этот же Севдор-Маркет, это учить, ну, либо именно профессионального сообщества при решении других вопросов, которые нам прописаны. Потому что кто будет состоять в рейс? Как он будет проводиться? Помимо того, кто будет оценивать вас, вас, нас, всех? Человек? Извините, я бы за большим ложением отношусь к своим строям, я считаю, что это люди, которые там писали, это, например, у них профессионалы. Все они, ну, не знаю, профессионалы, шефы, может быть, какие-то подвигаются, или замеры, как большие, как нацизм, как нацизм, как национальный взгляд. Они же не требуют занимать. Они говорят, что это не снимают, что вас в этом просил сюда, и они дают мне, что это лучше. Поэтому, национальное предложение, это включить по паксам, на профессиональное сообщество решения вопросов, которые предусмотрены этим центром. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Владимирович. Слово предоставляется Грудничеву Максиму Владимировичу, представитель его ритуального хозяйства. Спасибо большое. Уважаемые участники форума, я рад вас приветствовать. Меня зовут Грудничеву Максим Владимирович, представитель ритуального хозяйства города Новосибирска. Я завершающий выступление спикер, поэтому у меня нет лиц, я не буду много говорить, и постараюсь провести эту форму интерактива. Давайте, прежде чем начнем, я задам, как казалось бы, простой вопрос. Сколько лет нашей Земле? Грудно. Еще какие варианты есть. Сколько лет Земле? География, где-то наверно начальный курс. У тебя начало? 4 миллиарда. Что значит наша форма? Ну, наша, это макета Земля. Еще есть варианты. У меня по руке. Сколько лет Земле? 4 миллиона. 4 миллиона? Миллиарда. 4,5 миллиарда лет существует Земля. У меня в руке камень, это гранит. Как вы думаете, сколько граниту лет? Если понятно. Нет. Прежде чем ответить на этот вопрос, я вчера нашел выписку из журнала «Ватург света» за 1963 год. Позвольте засчитать. Долгое время во всех учебниках мира приводили сведения о том, что возраст древнейших годных пород на Земле равен 2 миллиардам лет. И вот в этом блоге очень приятно. Но вот советские ученые, академик Толканов и профессор Херлин, поедали точную дату. Цифра оказалась весьма жирной. Бороды возникли 3,5 миллиарда лет назад. Друзья, современный человек с 21 века, находясь с вами в этом темном светлом саде, я вижу камень, который образовался, когда даже человечество не начиналось с эволюции, даже в районе рептилий не было, 3,5 миллиарда лет назад. У нас даже есть слайд. Вот так выглядела земля, когда образовался гранит. Камень, который в нашем стране теперь очень разностранен. Можно следующий штат? Что происходило дальше? Формировался гранит. И более старые пароды, земной парень, выдвигали его наверх. И в нашем современном мире стало более удобно его добывать, и палец выдвигает на поверхности гранит. Об этом мы сегодня поговорим. Ну, никому не стоит повторяться, что гранит очень твердый. Хорошо баллируется, что у него средний возраст до появления первых моментов, как он разрушается, это 500-700 лет. Давайте вспомним Петровские набережные. До сих пор в Питере стоят без малейшего момента изменений. А кто знает, когда создавались набережные Невы? В каком году? В первые... 300 лет назад совершенно правильно. 2700 год... Не многие знают о египетских пирамидах. Одним из основных камней и фундаментов является гранит. Сфинкс на 20% сделан из гранит. Древний Рим, Древний Египет, Древний Китай использовали очень сильно свои потенциал камнем обработки. О китайском граните мы сегодня поговорим. Китайская школа обработки и камни дольщи считается одной из основных самополагаемых. Еще в кинастии Мин в 15-17 веке храмы Монсавеи оформляли и строили именно из гранитов. Можно сказать что? Так как Китай, путь, собственно, слайдливым, гранит ненабежный. Давай следующий что? Опять гранит. Еще. Вот даже свинц, он тут на 100% сделан. Китайская стена, ну не стоит говорить сколько она стоит, и там 80% это гранит. 80% основания ЖГ. Продолжение китайской тематики в 80-х годах уже нашего века происходит бум. Когда китайцы начинают очень сильно инвестировать как на правительственном уровне, так и частными инвестициями в свои грандобывающие и камни обрабатывающие направления. Происходит колоссальное изменение на рынке Китая как в камни, так и в добыче. И здесь очень интересно наблюдать. Если мы сравним Россию, Украину и Китая, мы обнаружим, что большинство грандобывающих предприятий России приматизировали. И там ценообразование идет исключительно по воле владельцев. Насколько я захочу, настолько индекс увеличу или уменьшу предприятие приматизирование. В Китае совсем другая история. В Китае на законодательном уровне регулируется формирование ценообразования на камни. Именно там производители не имеют поднимать цены выше определенную норму. Продолжение регулируется Китая. Давайте посмотрим в такой момент логистика, сколько стоит довезти китайские камни на российские границы. Китай недавно называют владычицей морей. Из 10 основных портов всего мира, 6 находятся именно в Китае. В Китае более 50 портовых городов и мест разгрузки. А как мы знаем, самый дешевый способ доставки – это вода. Именно по воде к нам предплывает большинство товаров, сырья, даже камня. Еще один момент. Выгоды китайского камня – это заплаты на производство. Многие из нас уже знают, что китайская рабочая сила перестала быть дешевыми. Но их много. Глубцы. Их много, и коэффициент болезненного действия именно китайцев остается одним из самых высоких, как в Азии, в Европе и в целом мире. Коэффициент, скажем так, китайцев, заключается в их ментальности, работоспособности и в скорости совершенствования производства. Это одна из выгодных позиций. Дальше. Дальше. Очень важно хочется отметить, что в ритуальном деле одним из самых важных свойств камня является не так. Одним из самых важных моментов на дроби является нанесение портрет. В большинстве случаев прорисовка фотографии на камень является даже такой символической историей сквозь года. Когда человек хочет, чтобы пакетник его усовшего, родственника, человека не повлек сгадали. Именно в китайской провинции в Шанси добывается камень исключительной, если так можно сказать не слово, черноты. Именно нанося на него, на этот камень, портрет, он получается с небольшим эффектом утрепления и ни нацветали на Солнце более 300 лет. Представляете, ни грамма, ни полутона, ни радиен не теряется. Там был слайд, я говорю, с большинства. Ну пока еще слайд. Черный камень добывается на севере Китая. Там совершенно недавно еще камни-добыча заключалась, практически на первом году уровне. Не рассказывали историю, когда местные, я даже не знаю, как слайд, камни-добывающие предприятия, их директора хотели славца, а эти славцы были примотаны на скотч, на проволоку в ногах. Вот в такой ситуации находилась там камень-добывающая промышленность. Сейчас очень многое изменилось. Некоторые компании, инвестировав в вододеньги, завезли оборудование, пивы, ленточки, ветерные станки и так далее. Поэтому сейчас компания импортирует камень по местам в Сибирск и по России в Центр. Это очень большой ход теории. Но тот, кто хочет завтра отсюда, будет экскурсия на производство, где нужно посмотреть, увидеть и познакомиться с этим камнем более потом. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ ...проекты закона, что все вообще имеют специализированные службы, кто работает на армию. И поэтому в результате для того, чтобы все-таки решить вопрос о черных агентах, чтобы они, поскольку они либо вообще никак не зарегистрированы, либо в лучшем случае в качестве предпринимателей, чтобы вот от этого, значит, негативного явления избавиться, Минстрой решил таким образом отрегулировать, что, значит, специализированная служба – это юридическое лицо, что агенты – это только сотрудник, значит, организации юридического лица, вот. И, значит, они пояснение своей давали, в принципе, что, значит, спецслужбу рассматривают как организацию, оказывающую полностью в ритуальном условии, а вот предприниматели, они могут работать по договору с этими, значит, компаниями, либо вообще сами осуществлять какой-то ритм. Значит, спасибо. И еще один вопрос, который, я считаю, очень важный, который, к сожалению, здесь не прослучал. Значит, может быть, у вас откуда нет, а у нас как раз основной вопрос, что основная проблема заключается в том, что у нас существует большое количество незаконных сохранений. Связано это с тем, что наш город десять лет назад только увеличился, то есть, за счет прибавления территории в состав города вошли, значит, бывшие сельские поселения, там, часть Толского района, и получилось, что, значит, кладбища, которые бывшие деревенские, предстоятельные, значит, они вошли тоже в состав муниципального образования города ТОН. И у нас есть, значит, решение Совета народных депутатов еще в 1962 году, да, запреты захоронения нашего кладбища. У нас есть как стихийно возникшие еще в период Великой Отечественной войны, поскольку у нас были в госпитале, где находились эти бойцы красками на излечении. И понятно, что от ранга многие умирали, и вот у нас стихийно возникли такие кладбища, не существуют до сих пор. Вот, поскольку они раньше были за территорией города, на это смотрели, как бы, как говорится, свой спальц, не помылись нам, а у нас кто-то близко живет. Значит, а теперь, когда город оформил всю землю, значит, под кладбищем не успалился, собственность, который, фактически, кто-то передал учреждению, которое с 2013 года существовало службу городских кладбищ, то получается, что те, кто раньше хранился на кладбище, где захоронения запрещены, они на сегодняшний день продолжают это делать. К сожалению, значит, порядка там 60-80 захоронений у нас есть. Пока у нас никаких, как бы, механизмов о том, чтобы эту проблему решить, невозможно, как бы отсутствуют они, поскольку единственное, значит, существует административная ответственность за самовольные запасы, где их участвует, это все равно влечь штраф. Это в лучшем случае, если полиция заведет до суда, но у нас в одном районе полиция так и делает, до суда доходит, а другой район просто прекращает его значительностью и вообще даже никак. Вот. И поэтому для меня, значит, представляется очень важное решение вопроса – это дать определение, что такое кладбище в федеральном законе. И я предлагаю в резолюцию форума внести, значит, вопрос о том, чтобы в федеральном законе обязательно дано определение кладбища именно как через градостроительный объект. Потому что на сегодняшний день то, что содержится в проекте федерального закона, кладбище определяется как местовое гребение. Только у нас, извините, вот у меня есть так, что вот вообще в лесу, у нас есть, значит, поселок Тиверязевский, сейчас он часть города. Земля, предназначение государственному лесному фонду. Народ так берет, например, и карминца, и что получается? У нас мужики как-то в лесу запоранились, это же получается кладбище, правильно? То есть через места погребения. Поэтому очень важно, ведь мы сегодня рассматривали вопросы культуры погребения. Ведь федеральный заслон у нас на что, значит, там содержится? А гарантия по достойному отношению к телу умершего или к памяти умершего. А у нас получается такое достойное отношение к памяти умерших, если на действительно земли не хватает, это, понятно, один вопрос. И второй вопрос, если людей хоронят, ну, действительно, посреди леса. Это недопустимо. У нас же, мы же не в Америке живем, где физиологические укороны там есть. Это допускается, значит, все это разрешено. Поэтому вот у меня такое предложение, чтобы вот в призолюцию было включено, обязательно вот этот вопрос, чтобы дать определение кладбище, еще и с датусом. Кладбище, кроме графика этого объекта, определить все-таки более фокус, поскольку вот этот диман тоже отсутствует в проекте закона, что там закрытые, открытые кладбища специального назначения. Там ничего не сказано про кладбище, которые ранее были, значит, вот именно, в отношении их не принято решение о том, что они закрыты. Но это кладбище, которое ранее, значит, не, вернее, земля, под которой не предоставлялось ранее, как кладбище. То есть это стихийно возникшие кладбища, а сегодняшний день они не оформлены. То есть какой статус, что это закрытое, спецназначение и так далее. Спасибо. В чем смысл, очень удобно, искать на месте работы, человек не может быть. Поэтому, ну, в данном случае, вы же все, как раз, понимаете, что это в глупости проформация и некая специальная провокация. Поэтому нужно остаться все спокойно. И поскольку общественные обязательства не может ругать даже общественные, но не будут участников, которые, естественно, им задача ругать власти. Ну, это тоже достаточно высокий бизнес. Все прекрасно знают. У нас уже явно такая общественная организация присутствовала. На одной избавились. Сейчас у нас по смену такое бывает. И так что с агентами. Бороться с ними мы будем всю жизнь, наверное, насколько, ну, сейчас поставщики информации живут. Скорая помощь, полиция. 15 лет назад была другая структура. 152-я, которая была в царской эпохе. Потом организация поставляли информацию. Борники. Ну, по сути, борники. Бострожили. Сейчас уже не владеют, не знают, что живут. Поэтому, в данном случае, бирюм, информация переходит к другим областям, например, об истории по информации в больнице. Через 50 лет, наверное, другие будут источники по информации подать. Поэтому это зонтый круг. И сейчас, наверное, не то, чтобы не надо доказать или еще что-то, но, наверное, для больших вызовов, для наших участников, вы действительно нас оцените, нас постоянно слабо и любами. Ну, наверное, действительно, есть смысл. Просто в данном случае придерживаться права. Ну, это не значит, что мы должны вложить как-то на полный закон или еще что-то. Но, в любом случае, в своем мере, вноситься к другому с уважением. Яснам. Международное средство, буквально не так давно, то есть, в местных расточках, действительно, не забыли захоронение накладочек, которые закрыты, я говорю, да. То есть, потому что мы захоронили вот такие факты, если мы сами с правой приводом отопадку, да, объясняли, кто и как. Я что хочу отметить, именно захоронение местной части. То есть, именно фактически, постепенно, и так далее, и так далее. После того, в Москве, нам надо обсуждать вопрос, что делать с теми кладбищами, которые находятся в лесном фоне. Они, по факту, есть. В Сирии, это практически 60% кладбища точно сидит в лесном фоне. Вот, может быть, мы займемся, то есть, на форму Москвы предпогалось бы, но предложить какую-то в этом закону не уйти. Процедуру музыкальники кладбища, на самом деле, если мы говорим с точки зрения, те планированные строительные территории, то получается, если мы шли, и бросим, то и ставляться в Москву, то есть, мы объясним за описывание, как раз учительник, который нам говорит, а какая разница в том, что на категории, если им дать цены с работы. Да, мы над этой поработаем, но у этажного губернатора, в Москву, у нас есть сейчас сообщение, но какой с лесом фоне? Имеет старость красных лесов. Имеет на русском. Соответственно, не возникает проблем. что заходить? Папа, кладбище уже стоит так. Да, вон, с огранили, и не стоит в этом порядке. А соответственно, сегодняшний кладбище на сегодняшний кладбище уже закрыт. Я там не их просмотрю сохранения. У меня устатус у слава фонда. То есть, очень радость, это проиметаризирование кладбище. Одни руки мы обязаны исполнить, зависит на базарную программу, закладную финансовую программу, но вроде к этому готовому. Мы с вами сталкиваемся кладбище. Закрыли. То есть, на сегодняшний день. Я вот, дополню, представитель города Томска должен утрезавить, рассмотреть вопрос именно на тех кладбище, которые уже не стали закрыты. Ну, находятся, например, в лесном фоне, либо изъятия кладбище, которые являются особо крайней территорией, и, таким образом, дать возможность, то есть, у нас и предъедам, их привести в соответствующую заботу. Тем самым, то есть, мы спорим, короче, и президентом в полном объеме. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Еще кто-то? Хотел бы вы спросить? Спасибо. Так, значит, у нас изур вопросов. Сейчас мы предложим на голосование с изменениями, в том числе резолюцию. Это первое. Второе. Второе. Я предоставлю слово представителю органитета по завтрашнему дню, потому что завтра у нас полноценный день, только уже не в режиме вот здесь такого круглого слова, а в режиме поездок. Значит, есть предоставленные автобусы, автомобили сейчас озвучат адреса, время, откуда выезды, куда, что, как интересно, так сказать, по интересам едет. Ну и, в общем, в целом, подводя итог первого дня, хочу сказать, что форум получился, на мой взгляд, очень интересным. С учетом того, что у нас здесь были высказаны мнения муниципалитетов несколько, в том числе моя информация, было бы высказано и выслушано мнение, так сказать, коммерции, бизнеса от этой сферы, были выслушаны и были высказаны мнения представителей православной церкви, причем какому специалисту спасибо вам огромное. Неожиданно, что в нашей малославной церкви кто-то так законодательством погружен в эту процеду. У нас, я всю первую часть этого обеда запринал данных общественников во втором этаже, и я, честно говоря, думал, что шоу начнется раньше, но оно началось тогда, когда оно началось. Значит, все мы понимаем, что да, действительно, как Борис Сергеевич там пытался сгладить ситуацию, как в любом городе, как в любом регионе, есть определенные силы, которые пытаются перетянуть одеяло на себя, как с точки зрения флага, который мы несем, как муниципалитет, как определенные структуры бизнеса, так и в плане коммерческой заинтересованности, кто из денег. Поэтому вот тут надо относиться снисходительно, каждый зарабатывает, чем может. Значит, поэтому дай ему здоровья. насколько он пошел снимать угрозы и так далее. Но это не важно. Форум от этого, честно говоря, даже стал живее. Несколько. Потому что мы все понимаем, что мы живем не в мимозе, а там, где живем. Есть различные силы, различные силы. С этим надо существовать. И это прекрасно, что мы об этом знаем. Я же говорю, давайте перейдем. Спасибо вам большое за то, что вы приехали, за то, что вы сегодня отработали, надеюсь, завтра отработаете. Мы действительно искренне хотели, организовывая данный форум, чтобы он был интересен всем участникам, чтобы каждый почерпнул из этого собрания что-то для себя. Мы услышали что-то новое. Мы услышали что-то новое. Вот так рождаются новые ноу-хау, так сказать, прорывы. И опять. Теперь к изоляции. Значит, Огром вашу всех розыгрышу на самом деле, предложения все записаны и озвучены. Значит, предлагаю следующий вариант развития событий. Четвертая страница. Вы знаете, первая, вторая и третья страницы, они остаются без изменений, потому что, ну, вопрос, где было вообще. На четвертой странице. Посты слов в связи с изложенным. Участники крупного стола рекомендуют. И вот дальше первый адзат предлагает составить таким, как вы. То есть считать приоритетами вручение президента, это уже понятно. И дальше фраза. Направить обращение в Государственную Думу Российской Федерации. Значит, как вы выяснили, после уже написания проекта этой резолюции, было то, что этот законопроект не поступил в Государственную Думу. До сих пор. Он находится в Минстрое на окончательных обсуждениях. Поэтому предложение заменим слова в Государственную Думу Российской Федерации словами в Минстрой РФ и иным заинтересованным исполнительным органам государственной власти. Российской Федерации. В Российской Федерации. Не больше, что надо в правительство? В правительство. В правительство. В учебе уже там целый ряд министерств. В правительство. Да. В нашу правительство. И мы взаимодействуем органам, вернее, исполнительным органам государственной власти Российской Федерации. Первое. Второе. Следующий адзат. Конец этого адзата оканчивался словами закона о повредении похоронных дел в новой редакции. Стояла точка. Предлагается поставить запятую и написать предусмотрев в том числе твою точку. И все сегодняшние замечания. Если я что-то сейчас упущу, пожалуйста, я напомню. Значит, первое. По геометическим изысканиям участка на участке до создания на нем кладбища. Сейчас своими словами. Думал, естественно, юридскую доработную формулировку. Она будет юридически правной. Первое. Это то самое, что, о чем говорил представитель Контримансийска, о чем мы говорили, о чем говорил представитель Санкт-Петербурга. Второе. Дать определение кладбища как предоставительного объекта с наделением определенного стола. Представитель Толстого. Ну, правило ли стола? Да. Дать определение кладбища в законе и дать определение, значит, там… Вести законодательный запрет на осуществление… Да, и вести законодательный запрет на сохранение вне территории кладбища. И на закрытие кладбища. Потому что нету, но это законодатель не запрещает. У нас в принципе гражданского права теперь разрешено все, что не запрещено. Геологическая и геологическая, все, что связано с перекладом уровня и водой… Потому что вот действительно, если не вести определение именно через кладбища строительный объект, а так как сейчас в проекте, что это просто места погребения, я говорю, что мало того, что это дает повод и является причиной самобольных, ну, статихийных самобольных сохранений, но это еще и… Вот о чем говорили коллеги, все такие связаны, значит, есть, что посмотрите, где находится этот эксплуататель наше кладбище, правильно? Большинство кладбища, вот, немедленно, ну, как бы последнего, которые есть, хорошо, что кто-то ввел в эксплуатацию, да? Другие вообще невозможно ввести в эксплуатацию. Сейчас поставятся вопросы вообще о том, что недостаточно бюджетного финансирования, прорабатываются вопросы, значит, строительства вот этих кладбища по способам. Но это не должно быть. Не должно. Почему? Потому что мы обязаны обеспечить это, что достойное отношение к память умерших. Ведь из этой жизни живых, в принципе, никто не выходил. И вот мы здесь говорили сегодня про связь поколений. А как оно будет? Если мы сейчас вот этот вопрос оставим из внимания, мы придем к тому, что будут хоронить кто хочет, где хочет, как хочет, вернее, как смогут. Все понятно, спасибо. Мы все это зафиксировали. Просто это нужно написать юридическим языком. Мы сейчас с вами это отметим. И окончательный вариант разошел все твои некоторые точки. Дальше, следующий платфункт. Это оформление кладбища, расположенных в лесных зонах. Но я предполагаю, что здесь написать надо все-таки расположены там в лесных зонах. Наверное, вот так. Как мы решаем. Как мы решаем. Это не существующий с большим количеством. Это не только отнял земля, это не только отнял земля. Но да. Это тоже может возникнуть вопрос исторических существующих. Ну, в принципе, если они расположены в этой зоне не от хорошей жизни. Поэтому здесь нужно не указывать там, что исторически вообще. Конечно. У нас сейчас уже есть анализы. Показывают уже перенеснуть, что это сельскохозяйственный. И где-то на территории частных они получились владения. То есть вопрос, да, тех, которые стихийно сформировали себя в существу, предусмотрели на какую-то специальную вот сдуру, что вправо случается через президент, а сейчас все равно, что все им анализируются. Понятно. Три конкретизации будут про закон. Еще предложения есть? Ну так. Тогда ставим на голосование. Я с учетом присутствия и поставленного вопроса господина Бондаренко предлагаю поставить на голосование предлагаемые два абзаца предпоотменить передовую обводу Новосибирска дальше по тексту. И второй абзац использовать опыт в год Новосибирском регионах Российской Федерации рекомендовать использование. Да. Виталий Иванович, может быть вот взаимодействие с общественными и религиозными организациями чего в скобках стоит? Где-то здесь скобки. Где-то. Четырех абзац. Взаимодействие с общественными в регионах организации. Предлагаю, в общем, украсть общественные организации. Переведу. Переведу. Я спрашиваю. Голосование. Кто за то, чтобы оставить в реэкзолюции нашей революции два абзаца, где звучит «Отметить» передовой группы в город Новосибирске. И второй абзац с добавлением первого слова рекомендовать, а не просто отискользовать. Кто за то, чтобы оставить эти два абзаца, прошу поднять. Мы все. Да, все голосуем. Это у нас нормальный форум. Спасибо. Кто против? Два сдержавшиеся. Два сдержавшихся. Один. Сейчас систем очень много уже созданных организаций. А на полном порядке, предполагаю, что эти правила пункт установлены уже в правительстве Российской Федерации. Использовать опыт при разработке правильного правительства? Как ты можешь? Вот так. Использовать. Подождите, Диев. У вас тут было приключение. У меня нет. Если я сообщу с вами. Да, иначе. Умите, что он не сможет. Все. Короче, вопрос. Мы переходим к голосованию в целом. Стреляем. Я еще посмотри. Вы не говорите. А у нас есть эти корректировки. Здесь нет. Да. С четыре. С пятью поправками. Да. От общественных, религиозных. Плюс четыре поправки. Да, да, да. Да, да. И еще, Виталий Ильич, еще одно предложение. У людей, мы скажем, предусмотреть в качестве этого усиления роли ДТО. То есть, роли не конечной организации, а профессиональной организации. В качестве субъекта внести федеральный закон. Потому что там продукта вообще нет. В качестве субъекта внести федеральный закон. Правильно? В качестве субъекта внести федеральный закон. Да. Потому что когда речь идет о тех комиссиях, которые будут оценивать в соответствии с правом целом, в качестве субъекта, мы неоднократно говорили, что необходимо, чтобы вот эти комиссии все-таки состояли не только представители администрации, а чтобы там были независимые представители профсообщества. А юридический, а юридический, а юридический, а юридический более объективный, да, ценность. Ну то есть, это глава законов. Аксистент. Ну там да, просто жарописывается, и мне надо бы говорить, что не повод, чтобы это был некий, его журналист, публичный куда-то в вашей идее, и предпринятие зайдет, умеет предпринять закон. А там не сильно. А там говорилось о том, что юридическое лицо, как спецслужба, проверяется на предмет соответствующих требований для заключения, здесь предложение. А заключение мне нет. Да, да, да. Все у нас есть. Все у нас есть. Слушайте, слушайте, мы сейчас дружники в сильные тонкости и далеко, потому что вот лично я не понимаю, как работаем в унице полиции, как чиновник. Я не понимаю, как это так. Все передвинутые организации вдруг стали специализированы, то есть за которые проголосовало какое-то сообщество, вдруг стал специализированными службами, и для меня это совершенно не значит, что я должен им компенсировать бюджетными денегами разницу в стоимостьх, гарантированных тысячах. Мы придерживаемся к правильности фабриктовской бюджетной войску в ФССР, что только наделенные станут специализированные службы в ФССР. Мы их от формы можем отходить. Владимир Владимирович. Можно и общий партнер, если мы соберем все веки, вроде бы скажем, в сообществе, там будет в исполнительных контрольных трудностей. Неконкретных, я тоже сейчас не готов к конкретным сотрудничеству. Мы, кстати, не встретимся. Хорошо. Да. То есть, я так понимаю, вы сейчас проголосуем время за основу. То есть, говорится, что, наверное, утренеделья, не будет. Да. Да. С учетом, да, еще на правах сейчас, вернув слово в место, где говорится о том, что использована партнеризация на участках 2,5,5,5. Могут выделяться. Спасибо. А как сейчас? А сейчас просто выделяем. В проекте раньше был проект, вот у нас, правда, это на следующем деле. То есть, у меня подписательные мнения про подпечатку участников, в зависимости от мероприятия. Мне кажется, по требованию выделяются. Это всем мне кажется. Раньше в этом проекте не только выделяются, теперь в новом последнем рецепте написано выделяются. Ну что, ну, а я вот, мне больше кажется, логично выделяются только по требованию, сколько всего? Вот как раз выделяются, предполагают, что если татистов выделяются, вам обязаны выделить, если по требованию. А если на ответственном опыте, значит, что это по требованию. А если на ответственном опыте, значит, ты говоришь, что иди. Он просто принимает решение, возможно это или нет. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Они понимают, есть возможно какая или нет, возможно, тебе подпадать, ну, представить. И еще вот этот момент, смотрите. У нас только определена государство, а фактически, значит, вот тоже вы сейчас в проекте задержите, это заходится новый оператор на Рыжовце, религиозная организация. Я понимаю, что, значит, вот здесь присутствуют русские православные церкви, да, видимо они, значит, митстроевшие, имеется в виду русская православная церковь, но у нас есть другие конфессии. Вот у нас, например, в городе, значит, мечети, они между собой ульются, у нас несколько. И я просто представить себе не могу, если примут федеральный закон, и как там написано, что выделяются участки, и что на этих участках погребение осуществляют исключительно члены этих религиозных конфессий. И я просто представить не могу, я понимаю, что мы даже из-за этих вкладышей подвести. Они сейчас даже с собой ульются, но в стороне нас не касаются. Я хочу спросить, внимание, это 29-е такое, да? Там у нас все сейчас в углу. Много и так считают. По последнее, то, что было, там сами с собой не реальятся. Вот. А как же недвижимые и мужчины, самые рассушительные ты, в котором это нет, находящиеся рассуждаются, или будет взрывали в сторону? Нет, нет, нет. Другая статья. Ага. Ага. Прошу проголосовать за текст резолюции в целом с учетом всех сейчас оговоренных замечаний и поправок, и дополнений. Кто за принятие данной резолюции? Так. Кто против? Воздержавшиеся? При одном воздержавшемся. Олеся Эдуардовна вводит нам плюрализм мнений в действии. Спасибо. Уважаемые участники, резолюция с поправками будет радостно всем, кто был в университете. Большое спасибо за прекрасно проведенный день.